От Курска и Орла Это речь верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, произнесенная во время парада на Красной площади 7 ноября 1941 года Вдохновила народ Солдаты, которые прямо от кремлевских стен уходили на фронт, увидели, что у нас еще есть танки Их специально для поднятия общего морального духа переправили в Москву на парад У нас есть самолеты В целях безопасности 7 ноября группировка советской авиации над Москвой была усилена Правда, в тот день нашим летчикам сражаться с противником так и не довелось Праздник оберегала погода Немцы просто не рискнули подняться со своих аэродромов Наши же летчики летали в любых метеоусловиях Нам был приказ в любую погоду летать и одиночными самолетами, и группами Мы уничтожили 4 танка, но в этом же бою и с танка каким-то образом попал случайно снаряд в мой самолет Мне пришлось упасть 6-70 метров на нейтральной полосе Осколки из самолета и колеса летели вверх В полку не думали, что я мог остаться живой И я на второй день пришел в полк Летчики в Красной Армии всегда считались элитой Технически грамотные, образованные, окутанные ореолом небесной романтики А кроме того, эта военная профессия позволяла проявлять не коллективный, а именно личный героизм Особенно, если удавалось пережить первые вылеты Не дал немецким истребителям или зениткам-эрликонам убить себя в эти свои первые неопытные, почти пробные полеты Выжил? Значит, у тебя есть шансы стать настоящим профессионалом А быть может, даже асом Это слово, ас, в Красной Армии популярным не было Летчиков называли сталинскими соколами, ястребками, но только не воздушными асами Да и вся тактика воздушных боев у нас была нацелена совсем не на то, чтобы увеличивать число побед отдельно взятых пилотов Основными задачами для наших летчиков были те, что ставило перед ними командование Причем не авиационное, а, как правило, общевойсковое В германской армии авиация была самостоятельным родом войск И авиационные командиры подчинялись своему уже авиационному командованию У нас, авиации, командовали наземные, общевойсковые начальники Ставили такие задачи, которые, увы, тут же начинали приносить огромные потери Например, во что бы то ни стало, среди ясного дня разбомбить мост или переправу Не дожидаясь тумана или хотя бы ночи, которая могла бы хоть как-то уберечь наши бомбардировщики Или штурмовики от внимания вражеских зениток Летчики же истребители, как правило, занимались тем, что прикрывали наземные войска Пехоту, артиллерию и танки от неожиданных ударов с воздуха Другой важнейшей задачей было сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков Тяжелые пешки и бронированные гилы летели выполнять свою задачу А истребители, миги, лаги и яки прикрывали их от нападения немецких летчиков Это, я должен сказать, очень ответственная и очень тяжелая работа Потому что штурмовик, это очень была такая престижная цель для немецкой истребительной авиации Надо все время крутиться вокруг него с тем, чтобы отбивать атаки истребителей противника Парочка шестерку прикрывала Мы обычно шестерка едем, но четверка редко Даже песня была Летят утки Старая русская песня Летят илы и двояка Но и сами штурмовики, самолеты Ил-2, которые немцы прозвали черной смертью Или летающим танком, не были беззащитной мишенью Прекрасно вооруженные, с мощной броней, которая защищала и моторный отсек, и кабину пилота Они могли стать серьезной проблемой даже для вражеского летчика-истребителя Особенно после того, как в ходе модификации стали не одноместными, а двухместными Опытный стрелок-радист, вооруженный парой пулеметов, мог защитить свой самолет от любых напастей Сами мы, штурмовики, свою тактику обороны в случае нападения истребителей немецких Сразу становились в кольцо, и уже немцу не подойти некуда Избивали даже наши стрелки-радисты И сами, как только попадет в зону, с пушек, как рубанешь Две пушки из 23-х целлюберных, а потом последствия уже 37-мм пушечки У меня вот такой случай один был на Днепре Ко мне пристроился немецкий истребитель моего самолета Был, вот для меня близко, на бафеераре пиковый туз Это могло означать только одно Герою Советского Союза Василию Бурмаке предстояло сразиться С самым настоящим чистопородным фашистским асом По немецкому понятию ас – это человек, который уже одержал пять побед Впоследствии для того, чтобы выделить наиболее выдающихся своих пилотов Немцы изобрели другой термин – эксперт Это летчик, который вносил какие-то изменения в тактику воздушного боя Который мог проанализировать то, как ведутся сражения на Восточном фронте И за плечами у которого был не один десяток побед над противником Но к середине войны наши летчики уже набрались опыта И даже вот такого размалеванного врага в небе не боялись Я видел ее, лицо прекрасно И он мне показывает пальцами, что я буду немедленно сбит И я воздушному стрелку колю вас говорю А ну-ка, избей этот немецкий самолет Он говорит, командир, подверди Я подверну, и он из двух выстрелов этот самолет-истребитель сбил Но так было далеко не всегда В первый год войны немецкая авиация неоспоримо главенствовала в воздухе Объяснялось это просто Немецкие летчики были подготовлены значительно лучше наших Летчик-истребитель Анатолий Гордеев вспоминает, что у нас Программа подготовки летчиков была настолько сокращена Что инструкторам даже запрещалось обучать курсантов Многим фигурам высшего пилотажа Но эти опытные летчики понимали всю преступность такого рода указаний Ведь для истребителя умение выполнять разного рода маневры в воздухе Вопрос жизни и смерти В итоге они приказывали курсантам подниматься повыше, за облака И там, где их не было видно с земли Обучали молодежь необходимым приемам горя Но времени на подготовку катастрофически не хватало Обстановка была на фронте в 1942 году очень тяжелая И фактически время на наш вот строй было крайне ограничено Мы фактически боевое применение и не отрабатывали Я налетал порядка 17 часов на этом Лах-3 И начали уже поступать слухи о том, что скоро нас отправят на фронт А немцы считали своих пилотов подготовленными в достаточной степени Только после того, как курсант налетал 200 часов К тому же надо учитывать, что к началу Великой Отечественной войны Немецкие пилоты уже два года практиковались в реальных боях Вторая мировая война, напомним, началась в 1939-м Многие же наши летчики, которые имели возможность получить боевой опыт в Испании Оказались репрессированы и сгинули в сталинских лагерях Когда закончились боевые действия в Испании, был накоплен большой опыт Немцы посадили ведущих летчиков писать отчет У нас возглавлял работу гамдив Адженухин Через несколько месяцев он был арестован как враг народа по необоснованным обвинениям И вообще такое впечатление, что всю эту работу тоже забросили А ведь там были сделаны очень серьезные тактические разработки Даны точные рекомендации по действиям авиации В итоге этот ценнейший, оплаченный жизнями наших летчиков опыт, так и не был учтен Следствием стали огромные потери, которые несла наша авиация с первых дней войны 17 сентября поступил приказ полку вылететь на Сталинградский фронт Летчиков с боевым опытом было крайне недостаточно Буквально человек, ну, может быть, шесть А остальные были укомплектованы должностью пилотами, сержантами вроде меня 19-летними мальчишками Как правило, первые же схватки оказывались самыми тяжелыми с точки зрения потерь Почему? И летчики, и командиры очень смутно знали обстановку на фронте Как действует враг, что следует опасаться Конечно, опытные пилоты как могли оберегали новичков Старались по возможности постепенно вводить их в курс дела Так было у всех, и у бомбардировщиков, и у штурмовиков, и у истребителей Так что один из самых любимых зрителями советских фильмов про летчиков «В бой идут одни старики» Леонида Быкова Ничуть не врал и не преувеличил Это классический фильм, который показывает становление летчика От молодого сосунка, до чего приходят, до опытного уже боевого летчика А катина аналогичная Так же само мы летали после стариков Так же играли в городки, катались друг на друга, кто проиграет И так же начали участвовать в боевых действиях От винта Когда летом на развете заглянул в соседний сад Там с муглянком молдаванка собирает виноград Я краснею, я бледнею захотелось вдруг сказать Станем над рекою, зоки летние встречать Я училась в театральном училище имени Щукина И закончила первый курс И в училище приехал второй режиссер И помощник Леонида Федоровича Быкова Он искал актрису на роль Маши, летчицы, молоденькой А он увидел меня на лестнице и пригласил меня на пробы Для этого надо было ехать в Киев Фильм снимался там Конечно, молоденькая актриса страшно волновалась Но все для нее прошло более чем удачно Леониду Быкову она сразу понравилась После пробы он мне сказал Ты знаешь, Женя, конечно, будет решать художественный совет Но я бы больше никого не искала Потому что вот Мне кажется, что вот эта наша Маша Она должна быть такой И через какое-то время я получила телеграмму Которая хранится у меня по сей день Где было написано, что Утверждены на роль Маши в фильме Войда одни старики Режиссер Леонид Быков Если актриса Евгения Симонова на всю жизнь запомнила этот свой самый первый актерский опыт То нетрудно догадаться, что и реальные летчики и летчицы Которых актерам и актрисам в кино только приходилось изображать И по сей день не могут забыть свой первый боевой вылет Это военно-морская база Немецкая, значит, была Большое количество кораблей Стационары зенитные И нам необходимо было, значит, нанести удар по этой базе Ну, представляете, первый раз На такое задание Я не видел, куда мои бомбы попали Я не видел, значит, попал или не попал Я и корабль плохо видел, значит, так Ну, прицел вроде ловил Это был первый вылет Лешка! Мессер на хвосте! Леша! Держись! Леша! Сюжет фильма был взят несподлинной жизнью И Леонид Федорович очень много Вместе со своими помощниками, с консультантами Он просмотрел и проработал очень много материала Такого документального И кино, и воспоминаний, и рассказов О военных летчиках Конечно, все втиснуть в один фильм было невозможно Тем более, что Быков делал кино только о летчиках-истребителях А сколько героев летало на стремительных штурмовиках На тяжелых медлительных бомбардировщиках И не только над сушей, но и над водой В морской авиации Петр Рассадкин прекрасно помнит, как его самолет был сбит над холодным Северным морем Поврежденный мотор сразу начал сбоить Но летчик до последнего тянул к земле Прекрасно понимая, что иначе его ждет неминуемая смерть Примерно километров 40 я летел на этом подбитом самолете Уже когда подлетел в район Рыбачьего Мотор заклинило Но я уже был на Рыбачьем А Рыбачий тогда был в руках наших войск Но мне нечего было делать Садиться на воду хуже Утонешь с этим, значит Потому что плавучести почти никакой на истребителе Ну, в общем, решил выпрыгнуть с парашютом Гляжу, меня ветром сдувает, море сносит Делать нечего Летчик приготовился к холодной и соленой ванне Стянул с себя сапоги, которые, набрав воды Однозначно могли утянуть его на дно А потом отстегнул парашют По инструкции это следовало сделать на небольшой высоте Затем, чтобы в воде парашют не накрыл тебя Можно запутаться и утонуть В общем, я его бросил на какой высоте, не знаю Но, видимо, рановато Шлепнулся в воду с той стороны немца С этой стороны Наш берег пришлось плыть Плыл примерно часа три Температура воды там Ну, шесть примерно градусов Вот так в среднем Когда плыл Ласточки надо мной покружились там Чайки кружились Я плыву, они надо мной Я говорю, давай помогай, подружка Несколько лет тому назад Меня пригласили вести Торжественный такой вечер В связи с Днем Победы Мы должны были еще с одним актером Зачитывать некоторые эпизоды Военные и героические поступки Людей, которые совершали И они присутствовали в зале Потом они поднимались на сцену И их поздравляли Вручали им какие-то подарки, цветы Там все такое Истории, которые приходилось Зачитывать для Евгении Симоновой Человека иного поколения Выглядели почти нереальными Трудно было поверить в то, что они Произошли на самом деле И эти подвиги совершили вот эти люди Которые сейчас сидели перед ней в зале Я не могла это все читать Я тут же начинала плакать Я не могла поверить в то, что Человек может это сделать Это выдержать, выстоять В те годы, когда снимался фильм В бой идут одни старики О грехе и ошибке нашей армии Которые были допущены во время Великой Отечественной войны В том числе и командованием авиации Предпочитали скрывать Много лет спустя В постперестроечный период Все перевернулось с ног на голову И многие ударились в другую крайность Стали вытаскивать на свет Все самое плохое При этом упирали на то, что У лучших немецких летчиков Число лично сбитых ими самолетов Противника переваливает за 200 А у наших виртуозов У того же Кожедуба, Покрышкина Или Водопьянова И до сотни не добирается Историк авиации Дмитрий Хазанов Этим вопросом занимался специально Изучал документы Наши и немецкие К примеру, сравнивал немецкие Донесения о сбитых самолетах С нашими сводками с фронтов За тот же период И пришел к однозначному выводу Фашистская пропаганда Многое преувеличивала Очень многое связано с работой Пропагандистской машины Доктора Геббельса Место, время Однозначно приводит к выводу Что очень много там Подтасовок, подправок И чисто пропагандистские материалы Я смотрел Донесения от 6 ноября Когда один из немецких асов Эрих Рудорфер Там якобы за несколько минут Сбил 17 советских самолетов Оказалось, что в тот день Была плохая погода И с обеих сторон Вылетов было сделано Крайне мало Это во-первых А во-вторых Согласно имеющимся сводкам В тот день На том участке фронта На котором якобы Совершал свои подвиги Немецкий ас Наша авиация Таких потерь вообще не понесла А ларчик открывался просто Немцы оставили Киев И вынуждены были Поспешно отступить От Советского информбюро На Киевском направлении Наши войска продолжали Развивать успешные наступления И продвинувшись вперед От 10 до 15 километров Заняли свыше 200 населенных пунктов Под ударами наших войск Противник отступает Бросая оружие Огромное число снарядов Мин и патронов Такого рода сообщения Юрий Левитан В ту пору зачитывал Едва ли не ежедневно Советские войска Гнали фашистов С родной земли Так что у тех Только пятки свергали Немецкие сводки Той поры Никакими победными реляциями Порадовать свой народ И свою армию не могли Вот и приходилось Подбирать Зато немецкие средства Массовой пропаганды Наверняка ничего не сообщили Своему народу О том Как был сбит немецкий Самолет-разведчик На борту которого На борту которого На борту находился Немного не мало Начальник разведки Всего северного флота немцев В конце 42-го года Фокеуль 189 разведчик Которого наземные войска Называли дневальным Этот самолет Такой очень маневренный Он достаточно скоростной И оборудовал Очень большим количеством Различных фотоаппаратов Фотоаппаратуры И которые привозили Очень необходимые данные Для врага Обычно эти самолеты Разведчики шли Под внушительным прикрытием Из мессершмиттов 109 Или других немецких истребителей Так было и в этот раз Но в тот момент Когда наши самолеты Пошли в атаку Пилот Фокера Решил сманеврировать И оторвался от своего прикрытия Мессеры это даже не заметили А герой Советского Союза Петр Рассадкин Открывшиеся перспективы Оценил сполна С первой очереди Я его подбил Попал видимо в летчика И вот даже я еще не вышел Из атаки Он врезался в землю Экипаж Как выяснилось потом Панип А вот пассажир Остался жив После того Как арестовавшие Его советские солдаты Проверили документы фрица Они не поверили Своим глазам Там был На этом Разведчике Который я сбил Был начальник разведки Северного флота немцев Петерсон Его фамилия И потом Его к нам Привозили на аэродром Ваенга И делали встречу с ним Фашист Настоящий Высокого роста С охрамом Поперек Щеки Такой Стройный мужик Вот этот Начальник разведки Ну его спросили Хочешь ли ты Видеть Кто тебя сбил Да я хочу Комиссар полка А он был рядом Со мной Показывает Я Он Строевым шагом Подошел ко мне И подает мне руку А я говорю Врагам Руку Не подаю Такого рода встречи Наше командование Устраивало часто Они наглядно Демонстрировали немцам Что их Опытных асов Сбивают Не какие-то там Супергерои А обычные Советские летчики По сути дела Мальчишки 20 с небольшим лет Правда Не всегда Эти встречи Для немцев Заканчивались Так мирно Как в случае С Петром Рассадкиным Полный кавалер Орденов славы Стрелок-радист Советского штурмовика Ил-2 Иван Клеменко Не только сбил Немецкого истребителя Но потом еще И в морду ему дал Ведь было за что Ничего был задираться А дело было так Наш самолет Был атакован Сразу шестью Истребителями противника Первые два Иван Клеменко сбил Точно обстреляв Их из пулемета Но оставалось Еще целых четыре Четыре Экипажа Фокебуха Со стороны Подлетают К этому К самолету Кабины открыты Открылись Они с орденами летали Нам разрешали Только партийный Комсомольский билет Все грудь в орденах И маршрут Значит Плен на аэродром Я только дули Вот так давал ему Дули Тому и другому Хорошо Это спасло Что метров Сто Были облака Облака были И мы Значит Летчик Помахал Мы Согласны Идти В плен На аэродром Они сразу Пошли На развертывание Чтобы потом Нас прикрывать При посадке Это так А летчик Дал форсаж И сразу В облака Когда самолет Приземлился На родном Аэродроме Летчикам Сообщили Что одного Из тех немцев Чей самолет Был сбит Ими В самом начале Подобрали живую И Фритц Мол Хочет увидеть Кто же его сбил Замполит Значит Полка Значит Привел его Он стоит Передо мной Не может быть И Не может быть Такой Недовольный Не может быть Чтобы он Меня сбил И поднимая руку Руку Поднимая Хай Гитлер Я Твою мать Как развернулся Как дал ему Морду Паша Говорю Нужно тебе Сейчас говорить Хай Паш Сталин Паша Уже А не Гитлер И ушел К чертой матери Мне тут Замполит Сказал Можно не бить Я говорю Ты не летаешь А я летаю Я знаю Паша Что делать Уже В 1941 году Очень серьезные Проблемы И связанные С этим Тяжелые потери Мы стали Нести От вражеских Асов Что делал враг Они высылали 2-3 патруля К району Наших действующих Аэродромов Подстерегали Самолеты На взлетах И посадках Провожали группу До посадки Когда их Командир Распускал И они Снижались До Минимальных Скоростей Заходили На посадку Пристраивали Сзади И буквально Безнаказанно Расстреливали Это было подло Но очень эффективно При этом немцы Чувствовали себя Вполне спокойно Они знали Что советские Летчики-истребители Свободной охотой Не занимаются А значит Нарваться на мстителей Немцам не грозит Многое изменилось С того момента Когда по приказу Командования Был создан Особый Так называемый Маршальский полк Советских Свободных Охотников Истребителей 176-й полк Так называемый Маршальский полк Которым Командовал Сначала Шестаков А потом Чупиков Павел Федорович Что бы там не было Полк не отвлекали Ни на сопровождение Своих самолетов Я вам хочу сказать Что Эффективность Оказалась Очень высокой Советские Летчики-асы Не малевали На своих самолетах Бубновые тузы Зато Их механики Регулярно Занимались тем Что выводили На бортах Звездочки По одной За каждый Сбитый Самолет противника Товарищ командир Что с вами? Вы целы? Краску давай Какую краску? Звездочки Малевать А это я сейчас Мигом достану Достану Вечно у тебя Свою надо иметь Сколько рисовать? Две? Бегу Две Тут одного пока Завалишь Запаришься Мне приходилось С покрышкина Видеть И его самолет Вот И его самолет Весь был В этих звездах И кожедуба Ивана Он летал На Курской дуге В нашей Воздушной армии Второй воздушной Так что Я ее видел И встречался Во время боев Дважды Это был Замечательный человек И прекрасный Летчик Когда покрышкин Кожедуб Водопьянов Или кто-то Из других Советских летчиков Асов Поднимался В воздух Немцы сообщали Об этом По радио Просто для того Чтобы предупредить Своих В небе Стало опасно Смертельно Опасно Вообще Ко второй половине Войны Мастерство Всех советских Летчиков Возросло так Что немцам Оставалось Только удивляться Как-то раз Один из немецких Асов Липферт После очередного Своего вылета На Курской дуге В сердцах Сказал Я вообще И себя не узнаю И не понимаю Противника Такого ведь не было Чтобы Иваны Имеется ввиду Русские летчики Не дали мне Даже прицелиться Они гоняли Меня по всему небу Я еле ноги унес А ведь у Липферта К концу войны Было 203 победы И в тот момент Уже около 150 В конце 44 В начале 45 Немцы Кинули последние Свои силы В львовском направлении Танковую армию И вот здесь уже Мы Штурмаки Поработали Настоящим Ни одного вылета Не проходило Чтоб Не расстреляло Один или два танка И по Железнодорожным Эшелонам Но Пушки Пулеметы Ракеты На Иле Вооружение Было очень Хорошее И цели Попадали Исключительно Передаем Повладели Важным Пулеметы И Пулеметы сколько светлого времени будет. И мы по восемь вылетов летали. Положено три-четыре вылета по боевому уставу. Мы по восемь вылетов делали. Ну, обратно уже, знаете, как шофер. Иногда глаза открыты, и все, засыпает. Штурман Николай Молощенко хорошо помнит, как их в полевых условиях учили пикировать. Самолеты Пе-2 не зря назывались пикирующими бомбардировщиками. Тяжелая махина выходила на цель, а потом срывалась с огромной высоты и на бешеной скорости неслась к земле. Когда первый раз нам дали первый вылет, с 3 тысяч, с 3,5 тысяч до 1200, у штурмана есть коллиматорный прицел. Он, значит, ставит летчику под угол 75. Когда он вводит, я коллиматор поставил, и он под перекрестие цель навел 70 градусов, и тогда пошел с этим углом. Ты еще 200, он нажимаешь кнопку, и автоматически бомбы пошли. При таком способе бомбежки цель можно было поразить практически наверняка и самим при этом остаться целым. Правда, только в том случае, если летчик в совершенстве осваивал прием, и остальной экипаж, от которого также зависело немало, физически мог выдержать такую нагрузку. Ну, мы же тогда ни барокамер, ни хрена ничего не было. Когда только входишь, то и ветрачеты, и сумки, если не закрепил, то оно все летает. И сам себя чувствуешь в невесомости, не понимаешь, что с тобой. А когда выход, то щеки сюда, и такая перегрузка, ну, примерно в 8 раз своего тела. Каждый новый вылет был опытом. Тем самым боевым опытом, который только и может сделать из летчика и штурмовика, и истребителя, и бомбардировщика, если и не аса по немецким меркам, то настоящего пилота экстракласса. Ты сбил? Так точно. Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир, своим нижним бельем распугали всех немцев. Ну, молодежь, ас! Несколько эпизодов снимались на военном аэродроме уже таком. Он не функционировал, по-моему, в этот момент, под Киевом. И там стояли эти настоящие самолеты, эти У-2. Возникало какое-то ощущение такой документальности и подлинности. А вот Иван Карпенко всю войну пролетал как раз на таком вот самолетике У-2, про который в другом не менее знаменитом фильме про летчиков «Небесный тихоход» одна из героинь выразилась так. Я думала, вы ас, а вы У-2. Впрочем, как известно, она очень скоро переменила это свое пренебрежительное мнение. Ведь эти маленькие тихоходные и слабо защищенные самолетики, тем не менее, наносили такой вред фашистам, что те их ненавидели, пожалуй, больше всех остальных наших самолетов. Нашего брата, летчиков, которые летали на У-2, в пехоте обожали. Но зато нас немцы, если сбивали, и мы попадали ему в руки, расстреливали на месте. В это трудно поверить. Но на своем тихоходном У-2 Ивану Карпенко как-то довелось даже выдержать дуэль с немецким летчиком-асом. Он вступил в бой и вышел из него с честью. Я поворачивался, слева от меня мессер, худой, немец, истребитель немецкий. Такой дракон нарисованный, желтый, красивый, на нем какие-то кресты. Он подходит аж к нашей кабине и показывает, буду саживать с неба. Ну, ясен, раз ты так показал, ясен, какая судьба. А мы уже где-то на метр 200-300 снизились. До облаков вон сколько. А к земле пойдешь, они субьют все равно. Немецкие самолеты, а их было два, немцы всегда летали исключительно с паркой, не беспокоясь о том, что их медлительная мишень сбежит от них, ушли на разворот. Так, чтобы встать на боевой курс, а затем открыть стрельбу. Но наши летчики не думали сдаваться. Я привязал себя за пояс, а Миша Куклинов говорил, когда у нас бойное управление было, и у него у меня ручка, у него у меня педаль. Я говорю, как я стукну тебе по ручке, ты незаметно делай скольжение в одну сторону, а когда пройдет очередь справа, допустим, или слева, ты в сторону, туда, где очередь, делай скольжение туда. Хорошо, Миша. А я сам вылез на сиденье. Там пулемет стоял так, что если с кабины я буду стрелять, я еще и ростом такой маленький, то я обязательно должен зацепить свой киль самолетом. То есть хвостовое оперение, понимаете, и сам себе сбить. Я вылез на сиденье и начал к нему прицеливаться. Немцы не спешили, подходили медленно, явно наслаждаясь моментом. И тут Иван Карпенко понял, сейчас будет залп. Я по ручке ударил, Миша это делает скольжение, он сделал очередь, снаряды, трассирующие снаряды, пули, прошли справа. Ну, Миша начал это самое скользить вправо, он снова прицеливается, снаряды прошли слева. Он такой, понимаете, делает резкие боевые разводы, вверх заходит снова. Немец явно начал раздражаться. Цель, которая казалась такой легкой, оказалась на редкость верткой. Пока немецкие мессершмидты ушли на новый боевой заход, маленький У-2 изо всех своих селенок стремился вверх, к близким уже облакам, где наши летчики рассчитывали спрятаться. Самолет не ползет, но никак не может добраться до этих облаков. Подходит этот немец, я вижу сейчас на все стрелять, я выстрелю своего пулемета. Он отвернул, новый заход делает. Но тут на арене этого и без того явно неравного боя появилось еще четыре немецких истребителя. Ситуация становилась и страшной, и забавной одновременно. Теперь уже шесть мощных немецких самолетов приготовились гоняться за деревянным старичком У-2. И вот один из них зашел нашему самолету в хвост. Патроны в пулемете у Ивана Карпенко давно закончились. Что делать? У меня за поясом была ракета. Белая ракета, я выхватил эту ракетницу, мне уже делать нечего, уже все. И ему в лоб выстрелил, он отвернул. Он отвернул, и слава тебе, Господи, мы вскочили в облаках. И вот в этот момент разрывается снаряд где-то там в хвосте или под хвостом. У меня сносит пулемет. Горжет разбилось. Я как, ну не вот сколько я рассказываю, все такое, я никак не пойму, как я оказался под приборной доской. И тут же я понял, что же делаю. Я же мешаю управлять самолетом. Он выскочил, хотел сесть на сиденье, сел этот дюраль пробитая, и я поколол заднее место. Потому, потому что мы пилоты, небо наше, небо наше, и мы дом. Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Сложно было девчонкам. Пулемет значительно тяжелее, чем я. 48 килограммчиков. Надо было перезаряжать, чтобы не было задержки. И вот чтобы научиться мне и осиливать вот эту перезарядку, после вылета я становилась в кабину, и пулемет этот начал перезарядрать. И натренировалась так, что даже одной рукой могла перезаряжаться. Раиса Молощенко всю войну отлетала стрелком-радистом на бомбардировщике Пе-2. И для нее тоже первым делом были самолеты, а юноши, конечно же, потом. Но произошло так, что на новогоднем вечере, рубежном между 44-м и победным 45-м годом, она встретила свою судьбу. Познакомилась со штурманом, с такого же пикирующего бомбардировщика Пе-2. Мы стояли с Раисой Степановным полком на одном аэродроме. И у нас был новогодний вечер. Я посмотрел, девочка хорошая. Я подошел, значит, пригласил на танец. И с этого у нас началось. И после войны мы заключили брак. И до сегодняшнего дня мы вместе безразлучно. Но далеко не всегда фронтовые истории любви оканчивались таким вот, нет, не голливудским, а почти сказочным счастливым концом. Я много слышала рассказов о том, как эта любовь вспыхивала. Когда вот такие экстремальные условия, наверное, острота чувств такая, что в такой обычной повседневной жизни испытать ее невозможно. Поэтому, несмотря на то, что очень часто, если не сказать почти всегда, она имела трагическое завершение. Это любовь, которая возникала между людьми там, на фронте и на фронтах. Но, наверное, они испытывали то, что нам испытать не дано. Командир! В ходе боев на всех фронтах за четыре года Великой Отечественной войны Красная Армия потеряла более 106 тысяч 400 самолетов. Статистику по потерям личного состава у нас начали вести только с января 1943 года. За это время в советских военно-воздушных силах выбыло из строя 49 тысяч человек, при этом безвозвратные потери составили 25 тысяч. Таковы официальные цифры. Но не будет ошибкой утверждать, что за все время войны личный состав ВВС Советского Союза потерял убитыми и умершими от ран более 100 тысяч человек. Вечная память солдатам Великой войны. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.